Мы же не какие-то там дикие люди, мы же такие же адекватные, обычные. Нет никаких там стереотипов, что там артист... Нет, ну есть всё время, когда, например, там в такси или где-то едешь, там артист... А я тоже в детстве в театре вот в студию ходил, занимался. И как-то так всегда неловко, ну, хорошо. Или там, а что, вот, а заплакать можешь, а посмеяться, а вот это, это... Какие-то такие у людей стереотипы, все думают, что это очень лёгкая профессия. Вот, как бы, наверное, не то, что как поговорить, а то, что вроде вышел, покривлялся и нормальненько всё. Им ещё, мол, за это и денюжки платят. В юности он метался между сценой и футболом. На крайний случай готов был стать историком. Но судьба привела на театральный факультет. Во время вступительных испытаний его в пух и прах раскритиковал заслуженный артист России Александр Амелин. Однако всё же принял на курс, отметив хорошие данные. С будущей женой, актрисой Самарского драмтеатра Екатериной Соловьёвой, Владимир Морякин познакомился, будучи абитуриентом. Увидел, но не сразу победил. Да, нет, нет, честно, как бы, я увидел и влюбил, вот, как бы, вот говорят, я не верил. Ну, как бы, не то, что не верил, а как... Ну, что, не Шурика, или какой вы, когда она идёт такая, экзамен сдала, и потом... Да, да, да. Вот у меня так же было, я прошёл первый тур, ну, как прошёл, отстрелял всё своё, вышел вот возле Академии Наеновой, открываю дверь и увидел Катьку, и так, а-а-а, запал. Дама сердца не сдавалась пять лет. Ну, долго я, конечно, страдал, любил, и потом в итоге сдалась. Ну, наверное, я не знаю, может, по расчёту живёт. Ещё, наверное, была мала, глупа и не понимала. Пока, наверное, я не... вот, надо было мне всё пройти, посмотреть, что, наверное, вот с этим человеком я буду уверена по жизни, что, как бы, всегда будет рядом, всегда поддержит. Он очень быстро, он, как бы, не... долго не обижается. Поэтому я, как бы, так стараюсь не лезть на рожон. Если, там, какие-то его эмоции или что-то там с ним происходит, проходит время, я подойду, спрошу, как, что, ну, как-то так. Ну, в плане у нас мы так, ва-ва-ва, потом раз, и всё хорошо. Папа, так как завтра вы собираетесь ехать на охоту, вы? Вы. И берете с собой Николинку и Володеньку, вы? Вы. Да мы желаем выехать вместе с мальчиками на линейке. Молодожёны работают вместе. И хотя любовь на сцене часто приходится играть с другими партнёрами, ревностью друг друга не изводят. Если мы сейчас там на сцене играем любовь, это не значит, что ты там сейчас побежишь после спектакля подавать заявление на развод и говорить, что ты влюбился. Это как бы мы же нормальные люди, поэтому, ну, я не знаю. Пока, ну, не знаю, может быть, появится какой-нибудь красивый атлет и такой артист такой очень красивый в нашем театре, который будет играть с Катей Любовь, и я буду ревновать тогда уже не по-актерски как-то. Я доверяю человека, так же, как и она, наверное, я ни разу не слышал, чтобы она там, хотя есть где-то спектакли, где мы там, ну, якобы целуемся, но никогда мне там Катька там, слушай, давай поговорим. Там вот что-то вот неладное, по-моему. Спокойно. Вообще спокойно. Доверяю и что в жизни доверяю, что на сцене доверяю. Нет, всякое бывает. Может быть, там пройдет 10-5 лет, и все поменяется там, я не знаю. Пройдет любовь и все такое. Но я ему доверяю. На данный момент я доверяю, я в нем уверена. Морякин любит посмеяться над собой и называет себя ленивым человеком. Театр для него страсть, но на первом месте семья. Актер ценит честность, доверие, дружбу. Не терпит хамства и халтуру. Я не люблю лицемерие. Вот, ну, прям, не люблю такое вот, я не знаю, как, лизоблюдство. Вот это вот я не люблю. Вот, я как бы вот, это мои принципы, опять же. Как бы, я не знаю, не было бы плохо мне, там, с голоду бы я умирал или что, но я никогда в своей жизни не пойду вот на вот такие вещи, вот как вот там, кого-то там восхвалять ради там какой-то выгоды. Не знаю, может быть, это я сейчас так рассуждаю, пока молодой, а потом прижмет, может быть, не знаю. Вот опять же, я не знаю себя. Настоящий, он просто настоящий мужчина, настоящий человек, которому, я говорю, я могу положиться в любой момент. Умный, честный, добрый. Вот. Я ничего не понимаю, но видел, что что-то такое замышлялось обо мне. Мои любимые я больше не видел. Но однажды услышал ее голос. Нежно. Протяжно. О роли Гамлета он не грезит. Мечтает играть в спектаклях, где можно душу выплеснуть, заразить себя душевно и физически. Был тоже спектакль «Холстомер». Я сорвал спину прямо до спектакля. До этого, видать, где-то походил меня, просифонил. И в начале второго акта я прям почувствовал, что это будет. И все. И понимаю, так аккуратно, аккуратно, аккуратно. Отыграл. Думаю, ну ладно, сейчас вот тут еще тут попрыгать надо, вот тут попрыгать надо, и все. А потом забыл, что еще вот тут надо, вот тут надо. И когда спина болит, оказывается, ты так много двигаешься. Но вот сцена волшебная штука. То есть ты выходишь на таком адреналине, на таких эмоциях, ты забываешь обо всем за сцену. Ты выходишь и... Я меня подниму, потому что меня... Ребята, я говорю, ребят, поднимите, я встать не могу. Все. Ну вот так. Сейчас в его графике 20 спектаклей в месяц. Но скорой славы Морякин не ждет. Я мечтаю о том, чтобы, если это случится, чтобы я мог с полной вот так уверенностью, у меня был бы большой... Я так мечтаю, чтобы был большой дом, я бы мог бы вот так всех провести, всех собрать, вот так всех, ну, всех родителей, брат, там, племянник. Ну, вот у меня там все, как бы всех, всю родню. Вот так вот я мог бы приезжать, у меня был бы большой дом. Вот это было бы, да. Я пришел первый. Да. Это было лучшее время в моей жизни. И хотя именно густарский офицер был причиной моей погибели, и хотя он никого и ничего никогда не любил, я любил его. Я люблю. Как могу оценить своего ребенка игру? Мой ребенок, я его пять лет учил, он растет, хорошего мастера, мне кажется, что это... Хотя у него уже много работ в театре, да, но если уж говорить по большому счету, в жизни актера, если она счастливо складывается, обязательно должна быть роль, которая определит его судьбу в дальнейшем. Я думаю, что это вот как раз та роль, которая определит судьбу Володи в театре. В плане жертвы, наверное, это все к старости, наверное, скажется, когда ты там уже, да, будет тут болеть, тут... Может быть, тогда под старость ты уже начнешь себя жалеть на площадке как-то все это. Сейчас, пока молодой, ты наоборот, там, что бы у тебя там ни случилось, ты будешь там жилы рвать и как-то стараться работать, чтобы... Опять же, это же для себя ты это делаешь, то есть ты работаешь, там, рвешь жилы, но ты работаешь на свое будущее.